Хочу вам здесь рассказывать, почему, то есть какая моя истинная цель, почему я обучаю о деньгах. Я пишу книги, я писатель, и я бизнесмен, у меня холдинги, которые управляю. Я инвестор, занимаюсь инвестициями. Не обязательно, чтобы вы миллионером, миллиардером стали, но обязательно, чтобы вы стали финансово свободным человеком, чтобы ваши дети, ваша семья не нуждалась. Вы разбогатеете только в двух случаях, если народ станет богатым. И второй случай, если государство будет богато, чтобы он инвестировал, вкладывал, субсидировал. О какой обществе ты мечтаешь, сначала сам стань таким человеком. Я хочу максимум испытать себя, понять, к чему я способен, чтобы конца жизни не сожалеть. И самое важное, если я умру, я унесу это знание с собой в могиле, и это все уйдет, бухты прахт, исчезнет. Нельзя, нельзя допустить этого. Я потратил огромное количество денег, чтобы накопить эти знания. Я потратил на это 22 года своей жизни. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите нашу рубрику. Хочу говорить вам на эту рубрику, какой моя истинная цель, почему я обучаю о деньгах. Очень много раз мне задают такой вопрос, говорят, да, Владов, зачем вам это надо, если вы состоятельный человек, если у вас есть бизнес и так далее, почему вы этим занимаетесь, разве вы в логере и так далее. Нет, дорогие мои, я наставник, я бизнес-наставник. Это очень важно осознавать, я бизнес-наставник, я меценат, я занимаюсь много благотворительностью, и я пишу книги, я писатель, и я бизнесмен, у меня холдинги, которые управляю. Я инвестор, занимаюсь инвестициями. Дорогие мои, хочу вам здесь рассказывать, почему, то есть какая моя истинная цель, почему я обучаю о деньгах. Я убежден, глубоко убежден, что человек должен быть реализованными. Человек, вот это тот талант, который Богом дано, должен стараться реализовать. А жизнь для каждого человека, это как раз шанс. Жизнь для каждого, и необходимо, чтобы он успел реализовать себя. Дело в том, что нужда, нужда управляет нами. Нужда не под контролом человека. Нужда нами управляет. Поскольку нужда нами управляет, если мы хотим действительно все свой талант использовать, нужно победить сначала нужду. Это повседневная жизнь на расходе. Не имеет значения, вы хороший человек или нет, не имеет значения, вы понимаете меня о чем или нет, вам придется платить за жилье, придется платить за дорогу, придется платить за лечение, придется платить за образование своих детей. То есть получается, что нужда берется вверх. Поэтому огромное количество людей, от того, что у них нехватка, они выбирают другую жизнь, они выбирают другое образование, они идут в другую сторону, они живут не в том жилье, которое они хотели бы, мечтали бы, они идут абсолютно в другую сторону. Понимаете, о чем я речь? Когда я это понял, я это понял именно в тот момент, когда не мог учиться. Я бросил три вуза в Таджикстане. Я был студентом в 95-м году в полтехническом вузе, инженер-строитель. Я бросил это. В 96-м году я был студентом ХГУ, Худжанский государственный университет, и я был студентом музыкальной академии. Три вуза я бросил только по той причине, что у меня денег не было учиться. Я был между выбором либо учиться, либо пойти работать, чтобы каким-то образом обеспечить свою семью. А я выбрал второй. Почему? Потому что я понял, что если я буду пытаться пойти учиться, и не факт, что как-то я устрою свою жизнь. Я тогда понял, что... Два важных фактора я понял. Если ты прямо сейчас не можешь получать образование, ничего страшного. Ничего в этом плохого нет. Это не конечный путь твоей жизни. Это не смерть. Это первое, что я понял. Второе. Я понял, что маловато быть талантливым, маловато быть гениальным, если у тебя нет денег. Я закончил отличником в средней школе, участвовал в огромное количество, можно сказать, в олимпиадах и разных направлениях и так далее. Я был один из лучших учеников в школе. У меня аттестате только русский язык четверка, а все остальные пятерки. И то экзамен сдавал на пятерку, зубрировал, сдавал, не понимал. Просто мне на русском сдавали пару вопросов, я не мог ответить. Они сказали, ты что, не понимаешь на русском? Я сказал, нет. И тогда мне вот эту годовую оценку ставили четверка, и она попала на моем аттестате. И они получили золотой медалю. Поэтому, когда я вот эти вузы бросил, три вуза, я тогда очень хорошо понял, что какой роль играют деньги в нашей жизни. Не обязательно бить миллионером, миллиардером, но обязательно победить нужду, чтобы не нуждаться. Не обязательно, чтобы вы миллионером, миллиардером стали, но обязательно, чтобы вы стали финансово свободным человеком, чтобы ваши дети, ваша семья не нуждалась. Поэтому я обучаю о деньгах, потому что я убежден, что если человек победит свою нужду, у него духовные ценности развиваются. То есть у него появляются другие цели. Цели побольше делать добро, помогать своему народу, помогать родным, близким, помогать нуждающимся и поддерживать какие-то таланты, создавать что-то хорошее, то, что не существовало, строить какие-то заводы, строить какие-то дома и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается, что человек начинает эти вещи делать только в том случае, если он побеждает нужду. И к тому же, если вы победите нужду, и чем больше будет большее количество людей, состательных людей, чем больше будет количество людей, умных людей, образованных людей, наше общество становится легче. Я обучаю о деньгах именно поэтому, потому что я убежден, что огромное количество талантливых ребят выбирает другую профессию или выбирает другую жизнь по той причине, что им не хватает либо денег на учебу, либо не хватает денег на что-то, или либо у них нет денег, чтобы реализовать свою идею и так далее. А я считаю, что деньги того не стоят. Деньги вообще того не стоят, чтобы человек выбрал другой путь. Мы должны пойти за свою мечту, а не за деньги. Деньги не должны останавливать вас. Никогда. Расскажу вам одну очень хорошую притчу. Однажды один фермер год за годом был номер один. Этот фермер всегда год за годом номер один. Год за годом номер один. Объем его урожая, он план выполняет раньше всех и так далее. И совхозы собрались, люди и говорят, давайте поговорим с ним. Что он делает? Такое, что у него всегда объем урожая больше всех и качество лучше всех. Когда собрались, все села собрались, все там, поселка собрались, и его говорят, расскажи нам, пожалуйста, в чем твой секрет. Вы знаете, каждую весну, прежде чем начинать сажать, я собираю все свои соседи. Я спрашиваю у них, какой семена у них, что они будут сажать. Я узнаю, я пойду у них в склад и смотрю на эту семена. Она, качество семена. И нет ли среди них пустые, нет ли среди них сломаные, обработаны ли они или нет. Какова качество его семена? А если у него семена плохая, я ему поделюсь с ним хорошими семенами. Я сам даю ему семена. А если у него семена, то есть если у него денег нет, я даю ему деньги, чтобы купить хорошие семена. Одним словом, в радиусе одного километра я всем хожу по домам и помогаю им. А почему? Потому что, если я буду сажать у себя только хорошие семена, и вокруг, в радиусе одного километра все мои соседи, все мои соседи будут сажать плохие семена, когда начинается сезон опиления, ветер приносит все их плохие семена ко мне. Соответственно, весь мой урожай испортит. Это означает, что маловато, если я буду хорошо, хорошие семена сажать только у себя. Маловато, если я буду только у себя работать хоть день и ночь, если у моего окружения, у моего соседей будут плохие семена. Потому что, это закон природы. Они испортят все мой урожай. Все мой секрет в том, что я помогаю им, чтобы у них была хорошая семена. Если денег нет, денег дам, чтобы у них была хорошая семена. Вот поэтому у меня урожай лучше. А теперь это приносите в жизнь. Размышляйте о этой притче. Я обучаю людей о деньгах, о знаниях и так далее. Потому что я прекрасно знаю, что то общество, в котором я живу, то общество, где мои родные живут, и где мы все с вами сегодня живем, бывший СССР, во многое из них жизнь похожа. Вы не думаете, что если вы среди всех родственников, или если вы думаете, не думаете, что среди всех, если у вас лучшая машина, лучший дом, и у вас бизнес чуть-чуть, период идет, как будто вы просветаете. Нет, вы разбогатеете только в двух случаях, если народ станет богатее. Если народ будет богатее вокруг вас, вы однозначно разбогатеете. Если народу будет спокойство, и обязательно вам будет спокойно. И второй случай, если государство будет богато, чтобы он инвестировал, вкладывал, субсидировал развитие экономики. Понимаете? И в том, и в том случае вы остаетесь посреди них. Поэтому очень важно. Я обучаю о деньгах, потому что хочу, чтобы то общество, в котором я живу, я хочу, чтобы влиять в нем. Поэтому я обучаю о деньгах. Дорогие мои, о какой обществе ты мечтаешь, сначала сам стану таким человеком. Сначала ты сам веди такой образ жизни, сначала ты сам действуй так, сначала ты сам показывай, что то, что ты мечтаешь, то, что ты хочешь пожелать своим детям окружения, что это того стоит. Поэтому я это делаю. Я себя читаю похоже на того фермера. Однажды моя жена мне сказала, послушайте, зачем столько работать, зачем столько денег и так далее. Вы же и так, и так достаточно работаете. У нас уже все хватает. Деньги есть, дети, образование можем давать, семья есть, дом есть, но необходимые вещи для жизни все есть. А зачем еще работать? я сказал, я хочу стать миллиардером. И она сказала, зачем? Я сказал, понимаешь, я хочу всю свою жизнь использовать. Я очень хочу максимум использовать свою жизнь. Я хочу максимум испытать себя, понять, к чему я способен, чтобы конца жизни не сожалеть. Я сказал, понимаешь, если я буду миллиардером, у меня будут возможности еще больше количества людям делать добро и больше улучшений привести. И я читаю, что так надо делать. Потому что если я больше количества людям обучаю, если я больше количества школы построю, больше количества дом знаний построю, больше количества бизнесов, от этого больше пользы, чем уйти. Сократ говорит так, Сократ говорит, что Лентяй не тот, который ничего не делает. Лентяй это тот человек, который делит меньше по сравнению к чему он был способен. Я очень согласен с сократом потому что тот как человек который не умеет делать ему богом не дано талант или он не хочет или у него нету это способность но лентяй тот который богом дано но он не делает это действительно правда вот он по-настоящему лентяй поэтому дорогие мои я обучаю деньгах это мой цель однажды меня один влог раздавал такой вопрос давлад почему вы хотите что все были богатее все были состоятельны я сказал я потому что мечтаю таком обществе и самое важное если умру я унесу это знание с собой в могиле и это все уйдет бухты прахт исчезнет нельзя нельзя допустить этого я потратил огромное количество денег чтобы накопить эти знания я потратил на это 22 года своей жизни и около миллион долларов своем образовании я не хочу это все унести в могиле думаю что черви которые в могиле они не нуждаются этим знанием но надо успевать их оставить в этом мире потому что никто не знает сколько лет и живешь никто не знает поэтому я пока я живу буду максимально найти людей у которого есть мечта у которого стремление и буду поддерживать через книги через тренинги через youtube и и так далее так далее на самом деле я не один я их обучаю я обучаю людей кем они могли бы стать я обучаю людей смысле жизни я помогаю им чтобы они реализовали себя вот чему я их обучаю именно чтобы они приобрели ту истинное богатство которое останется с ними навсегда вот это ставьте лайк под эта рубрика если вам понравилось напишите в комментарии 35 вещей которые вам очень по душе что выбрали для себя что вы будете практиковать и пожалуйста обязательном порядке рекомендуйте своим друзьям знакомым подписывайтесь на наш канал я буду каждую неделю несколько очень полезное видео загрузить 300 часов послушайте меня и тогда делайте вывод желаю вам успехов